Для каждого из участников фестиваль «Беловежская зорка» стал не просто пробой сил на конкурсе, а настоящим творческим форумом и возможностью показать свой талант самому взыскателям жюри во главе с художественным руководителем Национального центра имени Владимира Мулявина Светланой Стаценко. Мы отслушали только две возрастные номинации, поэтому делать какие-то поспешные выводы сложно, но хочу сказать, что даже уже из того, что мы отслушали, можно выделить очень крепких ребят. Поэтому, я думаю, что чем дальше к более старшим номинациям мы будем подходить, тем более интересных ребят мы будем слышать. Два декабрьских дня на сцене Брестского дворца культуры профсоюзов царила невероятная магия музыки. Первый международный фестиваль-конкурс «Беловежская зорка» собрал участников из России и всех регионов Беларуси. Детки получают постпродвижение после фестиваля, рекламу в социальных сетях, продвижение, получают эфиры на телевидении, эфиры на телерадиокомпаниях. То есть, большое-большое продвижение после фестивального. Приглашение на все возможные мероприятия, участие в конкурсах за счет организационных комитетов, поездки в Болгарию, поездки в Украину и так далее, и так далее. То есть, география участника расширяется с неимоверной скоростью. 2000 участников из 41 города, одновременная работа двух концертных площадок, больше 30 часов прослушиваний, 4 церемонии награждения. «Беловежская зорка» претендует не только на звание главного музыкального конкурса Бреста и области. Фестиваль имеет все шансы стать настоящим брендом, наряду с самыми именитыми творческими форумами региона. Поэтому не случайным стал выбор Брестской площадки. Наша площадка лучшая в городе. Не буду хвастаться, но это так. И в части логистики, и в части, скажем так, наших концертных залов, и, скажем так, возможностей, которые имеются у нас. Для нас это, скажем так, ну, я надеюсь, это стартовый момент именно по этому фестивалю «Беловежская зорка». Я надеюсь, что он станет традиционным, ежегодным, и я думаю, что мы будем проводить его всегда в преддверии Нового года, где-то первые декады декабря. Здесь есть чудеснейший национальный заповедник рядышком с Брестом, где организована резиденция Дедушки Мороза. В этом году она празднует свое 15-летие. И организационный комитет в подарок всем нашим участникам делает билет на посещение резиденции Дедушки Мороза. Главная цель фестиваля – предоставить площадку для всех талантливых жителей страны и не только. Поэтому оргкомитет не устанавливал строгих возрастных рамок и учредил порядка 30 номинаций в более чем 10 возрастных категориях. Благодаря этому Беловежская зорка сразу завоевала славу многожанрового фестиваля, в котором могут участвовать как творческие коллективы, так и сольные исполнители. Я от этого конкурса жду тренировку, какое-то дополнение себе, праздник. Все-таки ты же выступил, показал свои силы, намерения. И тебе должны дать какую-то грамоту на то, что тебя оценят. Ирина Решова, Дород Бакунович, Павел Малошонок, Анна Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Ирина Решова, Дород Бакунович, Павел Малошонок, Анна Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Дород Бакунович, Павел Малошонок, Анна Лугович, телекомпания БУК-ТВ.